Зимний старт и городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел на стадионе Торпедо. Сюда приехали сборные команды со всех районов Самары. Для одних это первое соревнование, а для других это просто развлечение, выходной день. Я все раз ходила в соревнованиях, в первом месте на год. У Руслана Гюлумова проблемы со слухом, однако это не мешает ему побеждать на соревнованиях по гольфу и плаванию. Вот и городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья пропустить никак не мог. Ради удовольствия с одноклассниками из 117-й спецшколы прошел все аттракционы. Тренер Татьяна Леонтьева уверена, физкультурой и спортом могут заниматься все, вне зависимости от состояния здоровья. У меня пять человек, которые имеют спортивные разряды. Мы постоянные участники первенства России здесь у нас в Самаре, которая проходит на территории школы-интерната номер 117. И дети, которые проходят через занятия физкультурой и спортом, они намного быстрее реабилитируются в этой жизни. Они социализируются, они после школы нашей выходят полноценными гражданами нашего общества. Спортивные праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья традиционно проводят городской спортивный лагерь «Олимп». Каждый сезон на таких площадках школьники приобщаются к здоровому образу жизни и физкультуре, бок о бок со здоровыми детьми. Это нужно делать, во-первых. А во-вторых, ребята очень активно участвуют всегда и показывают очень хорошие результаты. Это очень хорошая социализация для ребят. И они участвуют вместе с обычными детьми и становятся здоровее, веселее и живут полноценной жизнью. Безусловно, Департамент физической культуры и спорта уделяет огромное внимание для того, чтобы для лиц с ограниченными физическими возможностями были в нашем календаре предусмотрены спортивные соревнования. Самарским паралимпийцам скучать не приходится. Турниры по разным видам адаптивного спорта проходят в городе круглый год. Нужно только успевать переобуваться. К примеру, из лыжных ботинок в футбольные бутсы. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.